ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Это место, где я однажды... Увидел дохлого дельфина с отгрызанной башкой. А еще здесь летом большая тусовка всяких кемперистов, туристов и прочих бродячих. По собственному желанию или вынужденно людей. Вот там вот видно патийский маяк. Так, я сейчас, наверное, подкачаю колеса и проеду еще вперед. Потому что не могу пока понять, лучше едется или хуже. Пока непонятно. Пока просто непривычно, что давно не крутил педали основательно. И непонятные ощущения от камеры, очень непривычные. Какие колючки могут и колесо пробить. Когда мы на Кипре были, нет, не на Кипре, подъезжали к городу, из которого уехали на Кипр. Ночевали в кемпинге и там за одно утро, нет, за сутки сменили. О, у нас было 7 проколов. А, передняя, кстати, отличная. Передняя я не буду подкачивать. Задняя вот подкачаю. Меня смущает, как выглядит... Блин, нифига себе. Блин, тут на велике абсолютно нечего делать. Здесь все в колючках. Это просто ужасно. Так, я говорил про то, что мне чертовски пока непривычно, что у меня такая херовина тут на груди висит, огромная. Мне это непривычно. Мне вообще даже просто с камерой непривычно, неудобно ходить по улицам. А тут такая штука. Так, велик, поехал. Велик, не падай. Завидую людям, которые могут взять камеру и просто пойти снимать улицу других людей без спроса, без каких-либо душевных терзаний. Просто берут и снимают. Я так не могу. Сейчас главное выехать и не пробить колесо. Вот как они выглядят. Раз, два. Еще две. Причем они очень плотно садятся. Опа. Еще одна. Вроде все. Сейчас еще проеду. Не знаю, сколько-то. Погода хорошая. Времени немного есть. Можно катнуть. Надеюсь, сейчас с колесами будет все хорошо. Так, вам налево. Поехали. Вот это да. Какая огромная парковка. Это одна из трех. Здесь статуи композиторов, музыкантов, музыкальных групп грузинских и не только мировых. Это, например, Закария Палиашвили. На табличке есть QR-код. И можно посмотреть подробную информацию про этого человека в интернете. Вокруг каждой статуи есть колонки. И, по идее, когда подходишь, должна начинать играть музыка. Блительное дело. Я оставил все остальные крепежки для камеры, которые хотел потестить, дома. Поэтому что, я, наверное, просто поснимаю тогда с рук. Покатаюсь по этому парку, поснимаю. Поехали посмотрим. Будем под скрип вилки моего релика слушать музыку. Тут очень много таких фотозон. Классный парк. Классная вообще тенденция делать просто парки из ничего. Здесь просто болото, по идее. Но вот сделали такой классный классный парк, классное место, которое привлекает людей. Тут кто-то, видимо, был и кого-то убрали. Или наоборот, не поставили. Еще есть интересное место под названием домик охотника. Вот он там. Я там однажды был, но ребята недавно сказали, что он закрыт. На ремонт, вероятно. Сейчас уже открыт. Сходим тогда. Велик маргинально положу вот так вот. Чтобы он особо не отсвечивал. Когда я был здесь летом, вот этой всей растительности не было по бокам. Была открытая вода. Классно здесь играет музыка. Какой домик? Еще у него есть второй этаж. А, домик рыбака он называется. Точно. Домик рыбака. Можно подняться наверх. А здесь вот такая вот уютность. Поправим коврик. Но душевно. Еще можно выйти на балкон и смотреть окрестности. Классно. Бахарев. Картина Бахарев в доме рыбака. Как попал туда не рыбак Бахарев в домик рыбака. Загадка. Классно же. Просто, просто из ничего. Из ничего. Отличное место. Просто болото. Такая локация. Сюда ездят фоткаться. Это место на гугл-картах есть. Здорово. Вот так вот и делают классные места, которые притягивают туристов. Бетлы. Оно, Ивано. А это что за джентльмен? Евгений Микеладзе. Кондуктор. Кондуктор это вроде как держер, если я не ошибаюсь. Уж точно не кондуктор в автобусе. Еще можно видеть, что за лес здесь был до того, как разбили парк. Просто лес. Лес на болоте. Так, еще я думаю, что надо ускориться, потому что мне надо по светлу проехать трассу. У меня нет фонаря с собой. Поэтому сейчас мы вот так прокатимся через все это место. Особо нигде не останавливаться. Их, кстати, рок-н-ролльные, чуваки, очень много. Я сначала думал, что здесь только классические музыканты, композиторы и кондукторы. Но нет, туда же есть хореографы, совщицы и другие творческие люди. Так, и один из выходов, если я не ошибаюсь, ведет прямо на парковку. Сейчас мы это проверим на трассу, на которую мне и надо бы, по идее. Все, я вышел на трассу. Вот там вот выход из парка. И сейчас я надену опять эту сбрую для камеры и поеду в сторону дома. Пока еще светло. Так, ну все. С колесами вроде все ок. Совсем все ок. Все, выезжаем. Все, выезжаем. Господи. Продолжение следует...